я тут главный ты понял любви ни тоски ни жалости все в ежовых рукавицах у меня когда ты перестанешь сюда приходить когда ты перестанешь меня мне платить но все же думают что эти плачу на нет не плачу расстроился сколько миллиона выпуск на всего бля в нулевых двоюродные братья в мои считали если ты бреешь подмышки ты пидор а в 2019-м я уже крашу слава гнойный ёбаный ты клоун эдвард бил специалист по всем вопросам сегодня он фристайл батлер из детстве слова зря ты приехал из питера москва решает я грустный клоун в театре абсурда русский боно китайский будда мне срать на вас и на ваш панчлайн дай на паспорт и дай мне майк это впервые с прозрачными очками сейчас я трезвый впервые это хорошо для шоу или плохо что я вам хочу сказать и о чем вас попросить будьте максимально раскованы когда задаете вопросы не пытайтесь быть интеллигентными формулировать как-то их красиво вот прям как в интернете спрашиваете вот кто самый жесткий коммент писал кто писал фразу типа там говорит он стыдно мне как всегда говно блять и тогда кто писал че-да долбоёб амиран скатился эдвард билла шара я не помню что я писал ну блять еще вы такие девственно чистые сразу здесь стали все забыли блять просто вам обоим вам постоянно пишут вас хуй сосят всякие там злобные комментарии как вы понимаете что вам что-то вот надо исправить и обидно что мы не отреагируем если ты насколько я никогда не писал вообще не мне просто интересно как вы вот именно эту критику воспринимаете если она есть и сядь на хуй уже если так парню своему скажешь эдди у нас новый телеведущий садись туда короче давай меняемся ну тогда камеранова просто эдварда немножко опустим красава но как ты его уже опустил молодец ну в целом как вот вы реагируете потому что если читать все комментарии они примерно одни и те же пошел нахер скатился и так далее ну вот нет нет если по серьезному то мы реакцию всегда смотрим как только выпуск залили первые там часа два три чтобы понять зашло не зашло и тут неважно какие слова пишут тут в целом понять настроение оно негативное или позитивно или там 50 на 50 и ты уже понимаешь что тебе дальше делать как это улучшать окей а вообще-то заебал уже садись спасибо все блоги да вот телеграм-канал рекламируют своими ставками согласен я-то говорю даже гарантировал прибыль какую-то и в итоге ничего такого ты про ставки правильно Ты с какой планеты? Ты, подожди. Никто, наверное, многие не понимают, что это. Не-не, я понимаю, а это не наёбщики, я понимаю, о чём ты говоришь. А сколько ты заплатил за подписку? Сколько тебе обещали? Там подписка в среднем 2-3 тысячи, 5 тысяч. Они погрантируют, 78% прихода будет, да? Пачка деньги. Кто? Заходить на наш Телеграм-канал. Кто это говорит? 8, вы будете выигрывать каждый день. Вот, вот, и на этом деньги... В итоге, канал Телеграм-канал 30 тысяч подписчиков, да? Тысяча, человек купит подписку по 2 тысячи. Вот он миллион на ровно месяц. А вам нихуя, да? Согласен, братан, вот тут ты чётко посчитал, блин. Вот они эти деньги, вот они. А чё ты ещё посчитал? А чё рекламирует он будет? Пойдёшь ко мне бухгалтером, блин? Нет, ну подожди, отвечай за слова. Вот ты рекламируешь хуйё, на которые люди деньги теряют. Мы это не ставим, блин. Отвечай, мы это вставим, блин. Ты шуйбанутый, блин. Ну в смысле, блин? Бля, Миран, я не буду тут работать с тебя, блин. Ди нахуй, блин. Ну прокомментируй как-то, блин. Ты же это делаешь. Это работа, блин. Что за работа? Они должны сами понимать, что они делают и куда они лезут. А то, что я рекламирую, я зарабатываю. Типа ты не несёшь ответственность за то, что рекламируешь какую-то хуйню? Абсолютно. Не несёшь, ты считаешь? Так же, как и любой сайт, любые игры, всё абсолютно точно так же. Никакой гарантии нет. Нет, если бы я не рекламировал никого, не было бы Эдварда Билла, не было бы тех самых пранков, которые вы любите смотреть. А что касается нового этапа и нового уровня, на это нужны большие бабки, большие деньги. Если вы обратили внимание, он на YouTube-канале начал интегрировать влоги кусками по чуть-чуть. Это некий эксперимент, чтобы начать уже зарабатывать легально. Чтобы не пранки. На пранках далеко не уедешь. Это нет рекламы, не будет рекламы на этот контент. О, у меня к вам вопрос. Сейчас. Вот у кого, кто считает, был самый хуёвый Новый год? Денег не было. Знаешь, кто хуже всех встретил в Новый год? Да. Кокорин и Мамаев. Я думаю, вот этим ребятам точно уже не сладко. Кто, кстати, считает, что Кокорин и Мамаев уже получили за своё, их надо выпускать? Поднимите руки. Блин, уже сканули, сука. Ну, посмотри, если бы это сделал вот кто-нибудь из ребят, не было бы так показательной порки. Но мне кажется, уже вот все всё поняли, их уже даже жалко. Это так же, как и наших ребят, вот сейчас блогеров, которые перекрыли Арбат. Они начали песню петь, и это показавха была. На 10 суток посадили. А я думал, что их не тронут. Теперь ни у кого, наверное, не возникнет желания перекрывать Арбат, правда? Или дорогу? Пиздец. Смотрите, я отдыхал в Пхукете, впервые в Азии. Я не знаю, Японию в счёт не берём, это вообще-то отдельная планета. И через 3-4 дня нам надоело бухать и чпокать тёлок с другом. И мы решили почпокаться сами, мне в ухо подсказывает. Не, нихуя нет. И мы решили что-нибудь снять там прикольное. Хотите посмотреть, что получилось? Да! Запускайте. Я планировал отдыхать, я не планировал снимать здесь влоги совсем. Но отдыхать нам надоело, стало скучно, поэтому мы решили что-нибудь здесь отснять. Мы собрали оборудование девчонок. Мне всегда было интересно, почему оператор не участвует. Ты сколько за год килограмм тридцать набрала, да? Какие килограмм тридцать? Бля, а что с тобой устало, и ты в Дубае худая была. Ты умеешь делать комплименты делать. Заранее не могла предупредить? Охренела. Знаешь, что ты в кадр не лезешь? Да, нет. Ляг сексуально, чтоб худая была. Его надо поднадуть. Может тебя подспустить? Ну меня подспустили. Так, ну вроде все окей, акробаты нужны. О, Ром, так я думал будут тайцы. А вы русские? Я тайц, я трясаю. Пойдемте, пацаны. Бля, пацаны, я реально думал приедут тайцы. Приехали наши. Просто тайцев не жалко было, а у вас как-то своих более. Да, у своих жалко, бля. Ай-тач? Да? Оу, не, не, не. О, ебанулся. Не, 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 не. Ну дебилы, бля. На виллу крокодилов заказали. И питонов. Они сначала такие несколько раз переспрашивали, типа, что надо? Я говорю, крокодилы. Так иди вот сюда, я говорю, и на виллу. Че? Какую виллу, какие крокодилы, вы че? Не поверили, да? Сначала нет. Большой, да? Пиздец. Сыкотно. Ну дебилы. Смонтируйте вот слово. Дебилы. Вот так. У ебанул. Держи, держи, помогай. Не, не, я оператор. Ну че, пацаны, очкуете? Нет. Нет. Майк, я ломаю. Майк, я ломаю. Братан, а поснимай, давай я его подниму. Это не так? Ты не оператор? Нет, блин. Нет, блин. Он голод не оператор. Вау, у нее такая кожа. Не хватай его. Помогай. Ебать, какой он тяжелый. Давай помогай, братан. Пацаны, это пиздец. Не понятно, живые они или нет? Как непонятно? Так ты подойди к ним, они ждут, пока ты подойдешь. Ой, он пошел, пошел. По-моему, он ко мне идет. Что-то пошло не так. Ребята, они очень живые. Они очень-очень живые. Плывите себе домой. Нет, нет, нет. О, он смотри какой на поле. Ну что, бате ничего не страшно. Я в форме. Что ты делаешь в туалете? Ну и снимай контент, они писают мне контент. Ну что, бате ничего не страшно. Все хорошо. Мы может умрем и от крокодила, и от змеи. Но мы не утонем точно Там вот Макс был в очках, которые он нам помогал организовать все это У него есть в Таиланде канал популярный Ссылка в описании Я ему обещал пропиарить Клянусь чисто по-братски Ему пиарю Деньги все потратили мы свои Как думаете, сколько стоило привезти крокодилов в виллу? Тысячу долларов версия, сколько еще? Десять тысяч чего? Тридцать тысяч рублей Кто тысяч бат? Кто знает, сколько это в рублях? Это двести тысяч Это двести тысяч рублей, да Меня барин московский На променад пригласил Пойду у бабушки отпрошусь Поеду на свидание в Москву Сам пригласил Сам? А ну кто-то ему дал За твои данные-то Где живет? В Америке? Он в Москве живет Но сам иностранец Ну какой засранец-то Он в какой стране-то? А по-моему из Италии Работает Чем? Блогер Чем? Блогер это кто? Интересно, что девчонки скажут? Мне кажется, в вашем вкусе, нет? Вот на твой вкус как? Ну понятно, что сразу целоваться хочется Ну это я к нему еду, а не ты Так, сероморда Мы подруги вообще-то Ты мне копыта под ноги не ставь Жди меня, милок Привет Привет Сейчас погоди Алло, ба Он точно не итальянец И это, походу, не свидание Кто знает Такую прекрасную, крутейшую девочку Вайнершу Новую Поля из деревни В гостях у Амирана Телочка, которая знает Реальное значение слова телочка Вы видели эту челку? Благодаря ее инстаграм В деревне побывал город Миллионник Можно я не буду платить за вход? Каждое утро Она просыпается с петухами Но, в отличие от Алексея Панина Из этого не сделают сюжет Пусть говорят Смекаешь Как и все настоящие русские женщины Она живет с козлом Такой нежный Самая известная колхозница в нашей стране Поля из деревки Все, девчата, встретимся на автопате Привет, Курсик Спасибо Здрасте Здрасте Хочешь одеть? А мне пойдет? Да Поль, сколько тебе лет? Нет А тебе идет Чего? Ну не с этого вопроса У меня вопрос этот Расскажи о себе Сколько тебе лет? Ну все думают, что 17 Так, а реально 17 27 27 27, серьезно? Да Тебе есть парень? Да Сколько ему лет? Ну я не буду про своего парня Да давай ты вот расскажешь сейчас Уже пришла, все, поднякуда деваться Надо рассказывать Ну, мы почти ровесники Он работает? Вы давно вместе? Ну да Он работает? Сколько? Он снимает тебя? Два года Да не говорит, интервью заключается в том, что гость говорит Подожди, я понял Это вы сейчас заключите на туре Ты откуда? Ты живешь там, где снимаешь? Да, живу там Сколько времени ты там живешь? Третья зима пошла То есть я считаю зимами Третья зима? Третья зима А до этого где-то? Да, она городская Смотри, проект работает Да, смотри, есть мнение, что ты продюсерский проект И ты нифига не из деревни Ты не деревенщина Но это круто продумано И ты тогда опровергаешь мое мнение Про то, что нельзя спродюсировать Ничего Честно скажи Нет, я сама одна Я правда там живу Ну а как я могу? Да дай отвечать человеку Ты вокруг да около ходишь Хорошо, давай Ты разъебует Ну, как? Да что? Нет Ладно, давай Ты накатилась до такого, что начала снимать От первого лица, блядь, вот так Все трясется Кто это придумал? Да никто, но я сама хотела снимать Кто это придумал? Я придумала Ты придумала такое все просто для себя И не понимала Зайдет она и не зайдет Нет, сначала снимала просто для друзей Да и каких? Ну у меня там все, если ранее пролистать Какие друзья? Ну под подружечки? Нет Мужички? Подружечки Шо они кукурекали? Говорили, хорошо делать дальше Да, да, да Будем зарабатывать вместе на этом Так сказали? Нет Говори как было Можно я тоже задам вопрос? Я оперу полномочий Я не могу Лучше ты спрашивай Я боюсь Боря Боря, сейчас ты адаптируешься Я знаю Ты уже вайнер Ты уже сечешь Ты меня смотрела? Знаешь мне? Да ты меня перегораживаешь Блядь Машу Я смотрела его Но Нет Опасно Жестко Не интересно Не смешно? Нет Не так Нет Не глупо Дай ей ответить Блядь Ты продюсерский проект или нет? Вот это честный ответ Честный Ты сама все придумала Сама Но я же на ходу это придумываю Как это Блядь, мы с собой братья, блядь Я тоже все на ходу У меня импровизация полная А ты где жила до этого? Ну Переехала из Москвы Но жила Сначала в Муроме Потом в Нижний Новгород А далеко эта деревня находится от Москвы? От Москвы, да Сколько? Ну, пять часов на поезде И ты решила перебраться в деревню специально? Да Ради и вайна? Нет, не ради Я сначала перебралась Потом я уже стала снимать Сначала для друзей А потом уже А чем в Муроме и в Москве занимался? Училась В Нижнем Новгороде А на кого? Кем ты будешь? Я не могу А, блядь Ты в козу так тычешь будешь А, в жопу, нахуй Укарикуй, ебать, подъем С первыми петухами, ебать Снег копать Снег копать Поля, не бойся Не бойся его Не отвечай на вопросы прямые Юлия, поди Я вот так же с Майами работал Такая сосулька Хорошая, да? Вот Павел Семенович За то, что вы мне не разрешили на ваших гусей посмотреть Я вас заколдовываю Вот сначала какашку вам подложу Получили? Как вам домик такой теперь? Сейчас забор починю Оп Пусть лавочка появится На Круто я умею, да? Но это только мне можно Другие не знают, как колдовать правильно Хочу две волшебных палочки Оп Да ладно Хочу кошку Вот Появилась Мои любимые собаки За сколько времени ты набрала миллион подписчиков? С начала ноября до 2 января За два месяца ты набрала миллион подписчиков? Да Ну это же очень круто, ребята Поаплодируем Охренеть За два месяца миллион подписчиков? А было сколько? Было сначала 600 Потом Ну вот от 8 тысяч такой скачок был 8 тысяч подписчиков было? И сразу в миллион Вот тут какой-то арахис Какой арахис? Вкусно, блядь Ёб Поля Чё такое? А у нас сегодня есть охрана? Поля! А? Ой, блядь Поля Я чуть было не забыл Это стрелка Стрелка Ты говорила, что ты умеешь доить кос Я не говорила, что я умею Ты говорила? Не говори, блядь Я прям не говорю Давай, выходи Она очень боится Подожди, не надо Останови, только не дергай ее Не дергай, надо, чтобы она успокоилась Не сказали, не дергай Если она с пыром, нахуй Все, она стоит, не трогай Все, вот так хорошо Так хорошо Поля Пять минут тебе даю Пять минут тебе даю Но я никогда это не делала Ты же говорила, что делала Нет Аккуратно Амиран, не делай вид, что ты не знаешь, что это, блядь Амиран, не делай вид, будто ты не соображаешь Это стрелка Нет, подожди Амиран Амиран, ты блядь Давай, держи Она очень боится, подожди Стрелочка, моя девочка Ты как моя кошечка, моя Давай, чуть-чуть хотя бы Давай, дай А надо, чтобы ты держал ведро Давай, хорошо, держи Молодец Надо помассировать вымя Подожди Полечка моя Стоп Полечка моя, малышка Бля, жалко, у меня тут камеры нет Это пиздец Это просто пиздец А что ты делаешь? Я массирую вымя, но Подожди Какая ты красавица Да? Блядь, быстрее А почему не выходит? Стой, не выходит Потому что она, возможно, в состоянии стресса Но я пытаюсь размассировать У меня Стоп Че, че, давай, пошло? Стоп, да Пошло, да? Сейчас будет Сейчас будет Да подождите Амиран, 10 тысяч даю, выпьешь эту хуйню Стоп Кто за десятку выпьет? Кто за 10 тысяч выпьет? Нихуя себе Как желать Нихуя себе Ты, как ты, деньги нужны? У тебя проблемы в семье? А вы в курсе, что нет ничего такого, выпить это молоко? Это точно коза? Абсолютно, Амиран, пей Она спрашивает, это точно коза? Пошло, да? Да Поля вообще красавчик О, пошло Пошло дело Из одной чити только Из одной чити? Да Ни фига, полилось А это кровь у нее идет? А, это это Ну что, все ведро будем доять? Не, не, не На стакан там можно? Кто готов глотнуть? Да ладно Стой, стой Ни фига сколько желающих Давай, иди сюда, вставай Выходи сюда С залпом Там чуть-чуть Ну там, там на два глотка всего Как тебя зовут? Перкидыв Да нет, все есть Пей, 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 пей Беги, блюдь Амиран, встань на стол и в атаку Амиран, встань на стол и в атаку Все, выпил, красава, молодец, иди в зал Опять пич, да? Ахрана? Все, иди в зал, охрана А где у меня деньги? Держи, по-честному, заработал Красава, поаплодируем ему Молодец, ну ты же как искусно подошла Ты как будто делала это уже Хотя говоришь, что не делала Ну, полноценно никогда, так бабушка Ну я знаю, как это делать, ну да А ты где живешь? Ты там у бабушки живешь или у дедушки? Там нет никого, ни бабушка, ни дедушка Ты одна живешь в одном доме с парнем? Ну, приезжают очень часто родители Нет, ну, одна Но я вот, блин, я зря это сказала Я очень боюсь, я трусиха Чего ты боишься? Ну, что вот приезжают Вот там, кстати, я видела, сидит человек Который тебя атакует? Который приезжал, да Кто это? Не приезжал, а... Это я Кто это? Это ты был, да? А зачем ты ее атакуешь? Да я не атакую Просто она мне понравилась Я хотел ее засосать Приехать Да нет, это шучу Просто она мне понравилась Как лично Она за кулисами говорила Что у тебя в зрительном зале Был человек, который меня пугает И атакует Знаешь, как ты это делаешь? Да я не... Не, серьезно Я не хотел никак ее испугать Это, естественно, мне кажется Реакция Потому что я живу не в городе А как бы там дом, лес И это достаточно страшно Ты же работала сейчас достаточно Чтобы уехать из деревни? Нет А что тебя там держит? Нафиг Ну, мне там нравится Искренне? Искренне мне там нравится, да Вот ты проснулась Вот можешь сказать Свой распорядок дня? Что ты делаешь? Я проснулась Все эти процедуры банные У меня нет душа и ванной Я моюсь в тазу в большом Но у меня недостроенный дом Ты это снимала? Показывала? Нет Но все, кто ко мне приезжает Они сталкиваются с этим Там подруги Я их омовение в тазу Потом я иду гулять Что-нибудь снимаю Смотрю много фильмов Монтируешь сама? Да Я все делаю сама Животные есть у тебя? Животные нет Это не мои животные Это сосед А если ты сейчас начнешь зарабатывать Я не знаю, миллион, два, три миллиона в месяц Что ты будешь делать? Там же останусь Ну, потому что это, в принципе, была моя цель Вы верите, что вот это правда? Нет Тогда или нет? Нет Пруфы Ты можешь положить ногу сюда? Куда? Вот сюда Зачем? Ну, просто кроссовки показать свои Сколько они стоят? Наверное, тысяч 11-12 Мне их подарила мама перед днем рождения А тебе не страшно жить в этом доме? Такой богатой? Страшно от кого? От местных? Я должна бояться местных? Ну, там же есть наверняка люди, которые выпивают Я совсем хорошо Вот и с выпивохой он приходит, рассказывает мне свои истории Приносит банки с компотом Ты со всеми подружилась? Ну да, я совсем хорошо И еще их и снимаешь Ну, иногда У меня вопрос, была ли изначально цель какая-то заработать, набрать подписчиков, или это просто выстрелило, вот так вот произошло? Ну, изначально это не было какой-то идеей, чтобы создать какой-то суперконтент Это уже потом, когда мне друзья говорили то, что слушаем Я показала маме, я показала там брату или еще кому-то И это очень понравилось, это очень, не знаю, оригинально Ты знаешь, что есть мнение, что ты кремлевский проект, который создан, чтобы поднимать село в нашей стране? Много кто рассматривает меня, что я типа за село, или там наоборот, что я его опускаю, говорю, в каких плохих условиях здесь люди живут А там нет ничего такого, я просто свое видение показываю, то есть свой ассоциативный ряд На самом деле я не призываю жить в деревне, потому что это не для каждого Там на самом деле, если тебе самому скучно по жизни, и это постоянно есть какие-то дополнительные развлечения, то там вообще гибель Что дальше? Какие у тебя планы? Это трудно Ну вообще я поступала в прошлом году на факультет режиссуры, но я свалилась прям вот, там осталось 50 человек Ты хочешь снять или ты хочешь сниматься? Нет, я не хочу сниматься вообще никогда, я хотела бы снять что-то Как на тебя слава повлияла? Вот ты ощутила разницу вообще, что происходит? Нет, потому что я живу в деревне, я так же и живу, так же и снимаю То есть только один дурак решил приехать, за тобой ты поняла, а она все, слава есть, да? Ну, большое количество вот этих смс-ок в директе, а так ничего не поменялось А нет, сюда приехала, было такое, что пару раз на улицу Тебе хочется сделать встречу с подписчиками? Я боюсь, но я правда, я говорю искренне, я неплохо отношусь и отлично отношусь, но я немножко побаиваюсь А что присылают в директ? Разное, ну много чего хорошего мне присылают всякие эти Извращенцы есть? Да, это же попадает глубже Письки присылают? Да, было Серьезно, сразу, да? Ну, две письки я видела Две было В жизни или в директе? В директе Один был нерусский мужчина Есть кто-нибудь? Нет Другой нерусский, темнокожий В смысле, черный? Да Я не знаю, как к этому относиться Там же, когда ты нажимаешь на эти картиночки Оно сначала, ты видишь очертания чего-то Уже сейчас получишь А, и ты уже не смотришь Смотрю Но я не знаю Но это, ну, мне просто Это, мне кажется, как человеческое любопытство При этом у меня вопрос следующий Ты сейчас зарабатываешь деньги И будешь зарабатывать в дальнейшем все больше и больше Ты планируешь куда-то вложить или ты откладываешь на... В общем, на что ты хочешь зарабатывать? Да Куда ты денешь деньги? И сколько ты сейчас зарабатываешь? Можешь сказать, примерно вилку? Да я еще ничего не начала практически Ты рекламу не выкладывала еще? Выкладывала, там их было Какая у тебя самая дорогая реклама была пока? 200 200? Да И тебе этих денег хватает, чтобы сейчас там, условно, месяц шить, наверное? Я их не туда А куда? Ну, я чуть-чуть беру себе На необходимые какие-то вещи У меня сломался телефон, динамик И через наушники ничего не работаю Я купила себе элементарный телефон Все Я стараюсь родителям А дальше что планируешь делать? Не знаю Куда эти деньги девать? Правда, я не знаю Наверное, доделаю ремонт в доме Какое-то такое, что-то такое человеческое Есть у тебя желание с кем-то коллаборацию сделать? У меня не было такого Кто у тебя из вайнеров самый крутой для тебя? Я не знаю, кто для меня Мне же много кто нравится Тебе Женя Кулиг нравится? С Регина? Хороший Он очень классный И жена мне его нравится А кто не нравится? Нет таких Да я тех, кто мне Вот, а, нет, вот он мне не нравится Эдвард? Я, потому что, когда посмотрела Я первое, о чем подумала Что человек очень хитрый Он, ну, как бы, питается эмоциями других людей Это очень такая заманушка Когда ты сам не выдаешь что-то А используешь других людей И их эмоции выкладываешь Ну, это же смотрят Почему это смотрят? Я потом поменяла свои отношения Ко всему этому Но я потому что увидела с ним интервью И мне показалось, что он не такой вот говнюк Как мне показалось Ну, потому что, да, я подумала, что он прям агрессивный Нет, тебе не показалось Он реально говнюк Да? Да нет, ну, правда Это всех, кстати, растопило И все к нему поменяли отношения Когда увидели, что у него была семья И ради семьи он делал Он действительно мало зарабатывал И у него эта история стрельнула Ты сейчас заработала столько, чтобы купить всю эту деревню В которой ты живешь? Нет, конечно Нет Вот ты заработаешь сейчас достаточно денег Ты поможешь вот там, где твой дом Этой деревне вокруг Ну, как-то помочь Чтобы газ провели Газ? Да, потому что все Очень много платят за электричество А ремонт там, дороги Это надо очень много заработать, правда? Я об этом не думала, но да И вот смотри, теперь вопрос Который задают все ребята Когда человек становится популярным блогером Вот какой ты можешь дать совет Чтобы быстро вот так набрать популярность? Ну, только исходя из каких-то Вот отталкиваясь от своих Давай Ну, вот я говорила, что там Индивидуальность должна быть Что-то такое Ну, то есть Должен быть какой-то Вот что-то твое личное Лучше не Да, лучше не копировать Найти какой-то изюм Точнее, сформировать его Если не хватает что-то в себе То это нужно извне посмотреть Ну, очень-очень много смотреть Впитывать И в итоге сформировать Какое-то вот свое зерно Битва блогеров Амиран Сардаров Евгений Кулик Дмитрий Портнягин Серго и Музыка Эдвард Билл и Миша Литвин Сойдутся в эпическом баттле Взаимных подколов Ведущий шоу Илья Соболев За музыкальное настроение отвечаю Елена Темникова Педук Квест Пистол Шоу Я Даша Александр Текила И Кирилл Мойтон 28 марта Адреналин Стадиум Да, тоже Масло, да, идем? Нет, я только масло Не ржи, блядь Иди Стрелочку Девочки разъем Вау Даже очнел Хаус Бля, надо главное До конца Ну, до конца Да, да, да В кого дали? Группа, прием Группа, прием Задержание Группа, прием Задержание Добрый день Заводите помещение Сиди, сиди Спокойно Вынимать Слышишь? Выходим Не снимай Убери, блядь Камеру 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 убирай По часу Мы подняли Че вы хотите Пойдемте поговорим Ты тупой, блядь Иди сюда Я ее забираю Как царапать глаза Так ты первая, блядь Я не понял На выходе Я сказал Блядь Я сказал Блядь 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 Тихо Кей, беспокойно Испугалась? Да Что ты пиздинешь Все, поцелуйтесь теперь Да она пиздит Блядь Группа, заклай Высушили Кто слышал про Киру Майер Которую посадили в тюрьму за то, что она гаишнику глаза выцарапала. Поднимите руки. Там был порядок действий следующий. Сначала она плакала, просила ее отпустить, потому что водительских не было. Потом она предлагала ему пососать. Потом она ему выцарапала глаза. И уехала, короче, в СИЗО, как я понял. Встречайте! Кира Майер сегодня у нас в гостях. Кира Майер. Модель, инстаблогер и бывшая обитательница женского СИЗО-печатники. Нет, вы не ослышались. Она и правда модель. Очень любит проводить время за рулем и не может себе в этом отказать, даже если права давно забрали. Это силикот. Ну как нет? Любит красивые дизайнерские вещи, роскошные рестораны, загорать у океана и кусать маленьких беззащитных сотрудников полиции. В прошлом фанатка Егора Крида, а ныне группы Бутырка. Запахло весной. Встречайте, Кира Майер. Едем отбой, он отбой. Садись сюда. Мой фирменный поцелуйчик. Жестко тебя напугали? Очень. Поверила или ты подъебала? Нет, сначала я, конечно, очень поверила, а потом подумала, ты хочешь меня изнасиловать. Очень испугалась. У меня все хотят закрыть рот, ведь я публичная личность. Расскажи, как было. Вот честно, расскажи. Тебя остановил гаишник, у тебя не было водительских прав. Права у меня были на руках. Я просто была лишена год назад. У меня была автоподстава, с меня вымогали деньги. То есть я еду с фитнес-зала, еду на маникюр, никого не трогаю, по Пресненской набережной. Подожди, этого не было, это все воронье. Меня останавливает 4-й батальон ДПС по ЦАУ. По ЦАУ? По ЦАУ. Анна Пресненская набережная для проверки документов. Ну, то есть я документики даю, ведь они у меня на руках. Собственно говоря, мне бояться нечего. И тут он стоит с этим айпадом и начинает меня по базе пробивать. Я думаю, ну все, мне пипец. Проверяю документы, говорит, ну, лишен, она сейчас уедешь на 15 суток, и твою машину заберет в эвакуатор. Говорю, какой эвакуатор? Говорю, что, офигели все, какие 15 суток? Что ты не договорилась по-человечески? Потому что я, правда, не даю взят, а как по-человечески с ними разговаривать? Ну, извините, я вам очень надо. Я говорю, я бедная студентка. Нет! По-человечески. Мне же человек. Я говорю, я бедная студентка. У меня денег нет. Я говорю, отпустите меня, пожалуйста. У меня есть рот. Да, у меня тоже нет. Оператор. Ты спишь? Ты чужая? Она в кадре вообще, нет? Сидит в телефоне, переписывается, блядь. Ты можешь следить? Ну, начинается истерика, начинаю плакать. Я не хочу. Все, они мне закидывают в машину к себе. Их, кстати, много было, гаишников. Все в очереди, да, были? Нет. Ну, еще. Они меня закрыли. Я начинаю убираться из машины. Они просто реально закрыли. Я не могу выбраться. У меня истерика. Я звоню знакомой. Говорю, блин, помоги. Такая ситуация. Я говорю, подожди, ты сейчас. У тебя истерика. Ты успокоишься. Мы с тобой поговорим. В итоге за 15 минут я себе на уголовку нагребла. За счет чего? Ну, за счет своей истерики. За счет ментов, конечно. А подожди, а как ты нагребла на уголовку? Ну, вот ты слушай дальше. Слушай очень внимательно. То есть, да, приезжает эвакуатор, начинают эвакуировать мою машину. У меня истерика. Пытаюсь убираться из машины. Они мне этого делать не дают. У меня уже истерика. Начинаю биться там в машине. Просто выносить все. Зачем? Потому что машину мою убивают. И что, блядь? Нет, я понимаю. Это же не вора забирают, это полиция забирает. Зачем ты истеристов? Это мошенники. Подожди, ты им предлагала сделать минет? Нет. Меня останавливал этот гаишник, который тебя влепил. Он сказал, ты знаешь, ты же у меня снималась? Да. Мне машину подарили на день рождения. Думаешь о загруде? Однозначно. Говорит, ты знаешь, девочка у тебя, которая снималась, это я ее остановил. Она мне предлагала отсосать. Так вот я тебе сейчас это расскажу. Я говорю, вы сейчас понимаете, что я расскажу просто, что вы тут творите, как вы с меня деньги помогаете и прочее. Потому что я личность публичная. Он говорит, публичная личность бивает в гугл, мое имя, фамилия. И выходит дневник Ханча. А, ну понятно. Снимай что-то. Он говорит, публичная личность, но я тебе устрою популярность. Подожди, так ты предлагала ему решить вопрос так? Нет. Ну что ты мне рассказываешь? Я же тебя знаю. Нет, с тобой не считается. Не, 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 не. Амиран. А когда тебе будет хреново, кому ты звонишь? Когда тебя въебет кто-то. Вот когда вот такой дебил тебе подойдет на улицу. Я в этом не знакомую. К какому? Ну своим знакомым. В общем, не в полицию. Я вообще не позвоню. Да, и эти знакомые позвонят в полицию, я тебе открою секрет. Возможно. Нет, ну ты же не права, правда. Ты ездила без прав. Ты начала истерику. Тебя задержали. Напала на полицейского. И что теперь? Тебе все можно, что ли, блядь? Где вы? У меня были еще критические дни. У меня была истерика, стресс. Давай я правду. Ты села за баранку, блядь. Я девять месяцев так ездила. Я девять месяцев так ездила. Ты девять месяцев так ездила и попалась, блядь. И попалась, да. Нормальный полицейский должен был тебя выебать и посадить. Впрочем, как и получилось. Но ты выебывайся сейчас, блядь. Типа я права. Но ты же не права. Это неправильно. А в чем ты права? Кира Найтли. Слышишь меня? Ну как? Надо быть по-человечески. Ты сейчас на чем приехала? На такси. Не пизди, блядь. Правда. Хорошо? Нет, не хорошо. Ты бесплатно доехала? Скажи честно. Да, бесплатно. Миран все оплатила. У нее райдер. А как ты сейчас будешь ездить? Куплю новую машину. У тебя есть деньги? Они будут искать меня на марсажете. Они же знают мой автомобиль. А в лицо-то они меня, наверное, не знают. Тебя если остановили. Мария, теперь тебя точно все будут, они знать после того, что ты сказала, что ты не любишь ментов. Да, я их не люблю. Это заявляю публично. Я считаю, что они должны все сидеть. Не надо, блядь, так говорить. Сидеть? Ты сейчас вообще собираешься, ты говоришь? Да. Ей понравилось там, я так понял. Нет, подождите. Тебе понравилось, как тебе, блядь, пятером хуярили там? Кто у меня пятером хуярили? СИЗО, блядь. Она хочет назад. Я понял тебя. И мне тебя жалко. Ты уверена, что ты это хочешь, чтобы я вставил? Тебе пиздец. Не надо. Не надо. Ира, ну, натуре, у тебя ни одного места не останется. Дыра будет вот так ищет. Ну, реально. Блядь, я думал, Ты любишь полицейских? Я думал, быстрее Соболева никто не перебывается. Нет, вот, пожалуйста, сидит. А ты самая красивая была там? Да. Реально? Я там одна звезда была. Нихуя. Я не гадись, да. То есть я вот так вот выглядела, кажется. Блядь, ака она, конечно, пиздоболка. Да, я такая... Сколько ты отсидела? Семь месяцев. Я была не в тюрьме, а была в СИЗО. Ты хотела секса там, когда семь месяцев? Да. Сколько сидела с тобой девочек? Ну, девочек 15-20. В одной камере? Да. Была такая ситуация, что кто-то хотел, чтобы ты у кого-то лизанула, полирнула? Я сидела с мошенниками. Не очень интересно. Люди, которые наворвали миллиарды. Была какая-то дедовщина? Да, в каждой камере есть старшие, которые договариваются, ну, то есть, с начальником, с оперативником. Да ну на. Нет, не так. Есть старшие ментовские, которые сливают всю информацию тебе ментам, следакам. Так, в камере? Да. Типа на всех, кто косячен? Нет, она с тобой сидит, общается. Допустим, если ты сидишь за мошенничество и где-то деньги спрятал свои. Подсадные, да? Да, подсадные. Каждый день тебя обрабатывают, да? Ну, точно с тобой милости-то общаются, да. Но со мной такого не получил, потому что у меня поцарапало мента, что с меня взять, перейти. Ничего. Ты кого-нибудь из известных людей там видела? Анна Лисовская. Кого? А кто это? Два года назад она посадила своего парня, сына олигарха за изнасилование, а теперь он ее посадил в тюрьму. Пиздец. Да. Взросление, по-моему, да? Да, за смс-сообщение. А что за смс-ка было? Якобы она написала два года назад его младшей сестре, которой было 15 лет, что с ней будет то же самое, что с ней сделал ее брат. И за это посадили? Да. Так может любой, блядь, это будет. А его за что сажали? За изнасилование. Типа он ее изнасиловал? Да, год он просидел в СИЗО и сказал, что ты отсидишь ровно столько, сколько и я. То есть он... Я читал, что тебя кипятком облили, обшпарили. Да, был случай такой, ну там, в принципе, не такой большой ожог, у меня же все нормально. А что случилось? Она просто мне завидовала, там была баба Зэчка, она мне завидовала. Кто? Гречка? Зэчка, Зэчка. А что это Зэчка? Зэчка. 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 Ну такая уже прожженная Зэчка такая. И что она тебя говорила? Была такой Зайка такой. И что, она тебе пиздыли дала? Нет, она ему просто сказала, меня нахуй послала. Я говорю, ты не охренела так со мной разговаривать? Я говорю, ты вообще кто такая? Я бы и его. Мы сильно ожог, прокуратура приезжала. Силикон спух? Прям кипяток. Она чай заварила и въебала тебя. Пупсик, ну я же вижу. Амиран, у меня всё своё. Чё ты гонишь, блядь? Прям сосня, блядь, сделана же. Ну ты потрогай. Есть такие люди, у кого всё своё. Но они не ходят сюда, блядь, просто. Подожди, а губы свои? Они чисто, блядь, дома сидят. Амиран, ты же знаешь всё, чё ты спрашиваешь, блядь. С ней приехал, блядь. Правда, что ты в тюрьме на завтрак попросила круассаны с апельсиновым соком? Да. Ты что, дура? Нет. Честно, я думала, можно заказать с интернетом. Макдональдс. Как надо заходить в женскую тюрьму правильно? Правильно? Да. Чида? Мне рассказывают про какое-то мыло. Я так испугалась, уже готовилась к мылу. Чида? Мне рассказывают, что тебе кинут мыло какое-то. Если ты его поднимешь, значит ты шестёрка. Если не поднимешь, значит нет. А шестёрка это как? Я думаю, я перешагну. А кто там пятёрка, четвёрка, кто там? Так, подожди. Я зашла первый раз. Я плакала. Мне сразу успокоили. Кира, успокойся. Я говорю, как? Успокоиться? Да, всё нормально. Тут никто тебя не обидит. Я говорю, ну как это не обидит? Столько людей, все разные. Я говорю, ну как? Не переживай, всё будет хорошо. Сразу ко мне все начали подходить, общаться, знакомиться. Кто-то тоже были из моих подписчиков там сидели, меня узнали, сразу я вообще в шоке была. Девочка ко мне подходит, слушай, я на тебя смотрю, у тебя лицо такое знакомое. Ты не Кира Матли, да, говорит? Да, она говорит, я потом узнала, что ты Кира Матли, я в шоке была, я же на тебя подписана. Какой ты сделала вывод после отсидки? А что все проблемы, которые могут, ну уголовные проблемы появятся, надо решать до суда. Это точно. Дешевле выйдет. Как ты могла решить это до суда, вот сейчас вспоминая? Просил миллион. Либо уголовка будет. Но ты в курсе, что если бы ты обрежала, ты могла его поставить на всю жизнь? А стоило миллион вот этих семи месяцев? Нет, на миллион я бы тоже платить не стала, чисто принципиально. Сколько официально ты готова была потратить деньги на защиту? А сколько ты потратила на адвоката? Около миллиона. Да ну. Кстати, адвокат ничего не решает. Ну вот видите. То есть ты этот миллион могла сразу отдать и решить весь вопрос? Да. Но я же не знала, что будет уголовка, честно. Подожди, так ты царапала гаишнику глаза? Глаза никакие не собрала. А как ты его царапала? То есть они у меня наручники начинают закрывать, я обрыгаюсь, у меня ногти были длинные. То есть я задеваю руку, у меня так и написано в деле, могла, кстати, принести, показать. Осаднение мягких тканей в виде садин двух сантиметров на тыльной поверхности руки. Ты знаешь, что их нельзя вообще трогать при исполнении? Ну просто я тебе еще раз говорю, что за это дают штраф 20 тысяч рублей. За избиение. Это кто тебе так сказал? Это по статистике. Поехали пранки снимать. Недавно мужчина сбил полицейского, дали штраф 20 тысяч рублей. Почему я оказалась СИЗО изначально? Потому что я послала следачку. Я прихожу, у меня истерика, она предъявляет обвинение, нападение на сотрудника, срок до 5 лет. Когда слышишь до 5 лет, значит 5 лет. В моем, да. Я, конечно, в шоке, только в кино увидела, как страшный сон. Я начинаю истерить, я говорю, я сейчас позвоню, ты тут больше работать не будешь. Ты так сказала? Я ей сказала, ты жопу имеешь такие вещи говорить всем. За счет чего? Кто у тебя там есть такой, что ты, блядь, так разговариваешь? Ну не всем. Это у меня была истерика. Вот. Поэтому она сказала, будешь сидеть в СИЗО. Она мне сразу сказала. Ты хотела что-то попросить у подписчиков? На инстаграм подписаться? Да, ребята. Кстати, я хочу это сказать. А мой старый инстаграм заблокировали, теперь у меня новая страничка. Майер, нижнее подчеркивание, Кирочки. Вопросы есть? Давайте, вопросы, ребят. Ты заговорил о том, что у тебя контент будет посвящен пластическим операциям. Сколько у тебя у самой их? Грудь, правда, своя. Я делала подтяжку, я делала ринопластику, удаляла комочки беша и делала попу. Дорого стоит? Окей, когда ты это все делала, ты вообще задумывалась о том, как будут выглядеть твои будущие дети, какое разочарование получит твой муж? Нихуя себе, ты ее грузанула, она об этом не думает сейчас, ей это нахуй не надо. Какое разочарование, наоборот, и будут гордиться, что я такая красивая. Ты красивая, а ребенок какой будет? Он тебя настоящую не видел и не увидит никогда. Я была и до этого красивая, просто совершенствую свою красоту. И ты считаешь, что сейчас ты выглядишь лучше, чем выглядела до? Конечно. То есть ты реально считаешь, что губы вот такой вот лепехой, это нормально и красиво? Знаешь, как они сосут? Ну это мне нравится. Это для тебя бил кайф, а для общественности это же не нормально. Так это для общественности делают? Я, конечно, не говорю о том, что там есть бодипозитив и прочее, но этот внешний вид, он не эталон красоты. Ты считаешь, что она некрасивая? Да. А какая она? Сосня. Она... Искусственная, она похожа на... Прости господи. Что ты думаешь вот на такую критику? Вот что ты можешь ответить? Ну это завистники. Завистники? Слушай, а скажи мне, пожалуйста, если тебе, например... Поближе. Поближе микрофон. Если я останусь... Ты поддерживаешь связь с девчонками из хаты? Да, конечно. А если они выйдут вообще из хаты, попросят помощи? Я помогу. Сторисом. 120 тысяч. Серьезно? Поможешь, что ли? Ну, мошенникам помогу. Серьезно поможешь? Я сейчас поддерживаю контакты, я помогаю. Подачки вообще носишь им? Да. И как нормально? Не пиздей. Правда. Я тебе докажу. Хорошо верю. Еще вопрос. Кто? На каких условиях ты договорился с Хачем о сегодняшней съемке? Хачем? Я могу одну. А ты... С Хачем свой человек. Ответь, давай. А дружески. Что она пропиарит инстаграм. Да ладно, ты гонишь. И все? Ну вот, пля, я все не понял, нахуя я даю пиарить инстаграм? Ну ладно. Все, спасибо. Ну ладно, я думал другое. Нет, ты хочешь спросить, спали ли мы раньше? Или сейчас. Вы стреляли не спал? Я думал, что после? Или сосала ли она это сейчас? Здесь все прямо конкретно. Деньгами, секс... Потом отношение, еще что-то. Разврат. Да, да. Вы спали? Или будете спать? Интересуются люди серьезно сидят. Я не готов отвечать на такие вопрос. Приготовься. Будь как она, честный. меня мой человек говорит в ухо здесь все напрямую отвечай нахуй на вопрос ребята как думаете спала с ним реально реально слушайте как он заканчиваем на этом давай последний у тебя жесткий вопрос давай иди проверить скиньтесь ладно а жопу потрогаю не а жопа тоже силиконовая ну что настоящие хорошие сиськи но чувствуется что какой-то шариков джопа настоящий джопа хороших хочешь потрогать у эдварда ко мне путь закрыт не надо мне трогать нет 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 у меня сиськи силиконы у меня силикон садись ладно все спасибо слава кпсс это самый вакханальный выпуск я вообще не понимаю как он вам зайдет или не зайдет какие эмоции вызовет но просто полная вакханалия творится очень неконтролируемый тип кто козу до или где сейчас коза уехал уже я сказал к я бы сказал очень пообщался кто больше понравился поле или кира киру бы трахали с поле бы дружили это правильно с поле надо дружить хороший человек коз дует коров там чего я мне можно не говорить ну что еще но кира что про киру могу рассказать много нас времени давайте начнем итак ребят кто кто знает славу кпсс кто знает оксинерона а кто знает гнойного хорошо кто знает про скандал гнойного и джарахова как вы думаете это фейк или реально это его девушка микрофон не давать хорошо мы сегодня познакомимся со славой и выясним фейк с их скандал или реально была почва для выяснения отношений так у нас в гостях слава кпсс вячеслав машно а также соня мармеладова валентин дядька путербродский птичий пепел или король драконов если ты до сих пор не понял о ком речь то ты точно не замай а знаешь ты опыт псевдонимом гнойный да да это тот самый чувак который оксимирона в версусе вынес лучше я сдохну ебучим ноунеймом чем прославлюсь и стану тобой предводитель движения антихайп что означает что слава против хайпа именно поэтому снимался с киркоровым шоу на стс слава вы откуда сами с хабаровска был у дудя и записывал диск на соболева самый что ни на есть эти хайп слова по-другому и не скажешь mc слева готов тогда выходи и так встречайте слава кпсс или гнойный сами там определяйтесь я запутался это подарки да это подарок для тебя спасибо я двигаю сейчас такую гражданскую инициативу блогеры да вот всякие вот эти пидорасы блогеры на ютубе они зарабатывают бабки да продают рекламу согласен но не делятся с народом этими денежками вы просто покупаете себе блять ягуар разбиваете их вот этой всей сранью занимаетесь и чё надо делать а мы запускаем акцию подари бабушке антихайп суть в том что я хочу как бы вот это я обращаюсь ко всем блогерам да к тебе в том числе я просто хочу сказать какую-то знаешь гуманистическую штучку продвинуть чтобы немного думали не только о себе суть в следующем вот знаешь подожди вот я тебе сразу перебер ты знаешь сколько в прошлом году я собрал деньги на благотворительность сколько 25 миллионов красавчик то есть то есть я наверное не совсем не совсем пидор значит ты не совсем пидор но не все же это дело ты это делаешь да а вот эдвард билла я только начал я еще не собирал только началось ты уже ягуары разбивали мое это друга вон блять сидит он весь в долгах честно у него бабок не я думаю что мое все господи боже мой начидакать максимум на велик можно блять ты продал вот какую-то рекламу так и эти денежки ну хотя бы одну потратил на то чтобы помочь например старикам и если ты делаешь да вот образ и ты хороший парень дохуя то почему бы не показать это да и не дать что надо делать пример продал природчик один хотя бы потратил на хорошие дела вот поэтому я сделал тебе кофту это вот моя организация тимуровцы выходе вот помогаем старушкам и вот тимуровец номер один амиран сардаров смотри какая охуенная фоточка твоя с таким охуенным стратом медведя бля медведя очень пизда ты меня очень трону я наверно в следующий выпуск его одену мы дать поаплодируем мне здесь мне здесь три или четыре годика как-то это нашел вообще-то настолько креативно ты меня сейчас ты меня ты меня растопил сейчас честно я уже не готовьте задавать жесткие вопросы эдвард мочи его давай скажи у вас скандал с жараховым это серьезная тема или это все раздули вот суть какая суть в том что человек меня кинул на доверие это что значит блять звучит очень круто но непонятно украсть у человека это неплохо да так ну потому что это чужой человек до этой жизни нам пытаешься любыми способами да что-то получить а вот украсть на доверие когда я грубо тебе говорю амирану ты со мной знаком дай пожалуйста позвонить телефон а потом блять съебываю с ним украсть на доверие когда человек тебе доверяет это самое хуёвое и вот поэтому эльдар джарахов типа хуесос а что он на доверие именно кинул меня а что он у тебя украл он украл мне идею идею клипа то есть интеграции я просто как это было можно сказать я могу тебе показать переписку чтобы вот сейчас я наберу ёбаный джарахов вот лишь ёбаный джарахов и переименовал да я его переименовал а вы дружили раньше ну мы не то чтобы дружить он дружил с моим другом витя сд дома у него вот купил да то есть для меня это такие вещи что но я не буду кидать человека грубо говоря с которым я вот купил с которым я типа общался типа по-дружески то есть ты такой понятий на если ты дружишь с человеком ты ему никогда да конечно нет если ну хорошо давай вот смотри вот я скидываю ему идея можно зачитать да можешь прочитать клип тёлки снэки алкоголь идея в квартире проходит шумная вечеринка с ее основной атрибутикой алкоголь закуски интеграция создается эффект стандартного клипа такой тематики середине первого куплета камера неожиданно переносится сквозь стену в квартиру соседа который мучается от шума и невозможности уснуть он встает с кровати доставит дрель зритель убежден что герой будет создавать ответное неудобство слыша шум из-за стены главный тусовщик прикладывает ухо к стене пытается понять откуда исходит звук и внезапно его голова оказывается просверленной вектор развития сюжета из вечеринки под рэп песню переключается на юмористический трэш вот градус напряжения снижается следующим кадром который показывает зрителю что все действия происходят воображение соседа далее по аналогии с игрой панишер разыгрывается еще несколько неординарных сцен расправы сервер главная суть так и что туда и после этого вот ты можешь построить дату вот 15 июня так и в конце августа у него выходит клип на эту идею где у него проходит вечеринка чем-то ему с которой превращается хотел попросить его помочь мне с рекламной интеграцией что потому что у него много контакта типа у тебя сиди и я его дам когда я пил с ним водку он говорил что если тебе нужна будет помощь с нахождением до какой-то рекламной интеграции ты можешь свободно ко мне обращаться а вот я ему скидываю эту идею и потом в августе выходит клип снятый на мою идею вот на эту идею у него проходит вечеринка которая превращается в юмористический трэш завтра вряд ли я вспомню лица людей что заполонили и мы снова пьем 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 гуляем ночью спим днем а как себе джарахов на это отвечает вот ты можешь почитать вот ты можешь почитать послушать нашего переписку с ним вот про то что сначала все бухают а потом трэш ну да есть что-то схожее но если честно я не считал в прошлый раз мы вместе с казах это придумали вот например алина казак это не считала и когда мы придумывали клип про ее идею было перевернуть все в трэш а дальше мы уже раздували ну ладно я тебе сейчас уже никак не докажу но с моей стороны было бы мудачеством если бы я так поступил ты ему пишешь пиздец ты человек конечно ебаный карлик он тебе на это отвечает еще в одном ролике когда выйдет момент типа когда сосед начинает слушать что за стеной просверливается древнюю стена только не ему голову а просто сняли мы очень давно очень-очень давно ты ему на это отвечаешь пошел нахуй ну хорошо да я человек простой пишут пошел нахуй смотри во первых идея не нова идея конечно не нова но пришла она в голову мне они ему хорошо но ты же понимаешь творческий процесс он такой тем более творческие люди когда общаются вот я могу там не знаю наговорить с эдвардом за месяц столько идей блять и чё если он пошел снял я понимаю это и принципе было бы нормально со стороны я бы даже нормально бы отнесся если бы он мне написал типа ты чё долбоеб типа мне идеи скидывать я у тебя спиздил я бы к этому отнесся нормально подумал бы ну да я долбоеб ты считаешь он пиздит вот и он я не верю я считаю что он действительно верит в то что он не спиздил но факт в том что он спиздил потому что сейчас вот вы можете посмотреть типа на у него вышел на ютубе ролик где он про эту ситуацию рассказать сейчас он вообще говорит что он типа до сих пор ни разу не читал типа эту идею что он его не читал и вообще не знает о чем там речь хотя тут он подтверждает что он читал это слов я никогда не поступал бы так у нас есть общие знакомые которыми я дружу там несколько лет которые подтвердят что я не из тех людей кто идет по головам если бы он тебе сказал то я сюда блять тоси-боси нахуй что ты ебалом щелкаешь давай мы снимем вместе этот клип совместно ты согласился да я бы согласился даже если бы блять он мне просто сказал давайте 50 тысяч кину за идею типа иди нахуй типа я нашел интеграции из принципа и ебал да как бы ты из принят просто я из того и скажу что человек просто идет в отказ хотя факт есть факт вот она идея вот этого клип который явно снят по этой идее славну идея вторично есть фильм такой хватай беги вот эти идеи оттуда что идея вторично но она пришла в голову мне они ему я должен поверить в то что эта идея пришла в голову мне я ему и скинул а потом так получилось что именно в этот момент он придумал ну что ты не допускаешь совпадение подожди может он оттуда пришло вдохновение это витало они это сделали реально так совпало если он твой кент почему бы тебе с ним не поговорить не поверьте он волагал и отрубил блять все nasıl почему я должен ему поверить потому что он идет в отказ если он смотри когда бы я поступила если бы я действительно вот не скинул идеи я прочитал я забыл потом снял это снял такой клип до и мне бы написал там человек который скинул а ты не заметил тебя что-то только чтоず пиздил мою идею я прочитал потом бля действительно я спиздю искал бы но видимо я забыл и действительно спиздю извиняюсь ты готов сейчас жарахова простите если да то при каком случае то он должен сказать exploded Сказать, Слава, извини, я украл твою идею, да, и нажился на этом, окей. Как бы ты вырулил ситуацию, если показался в ней? Я бы просто признал это, я бы извинился бы, или... Да и, блин, даже если бы я спиздил, я бы мог просто сказать, бля, чувак, я спиздил, типа, иди нахуй, нехуй мне скидывать идеи, типа, братан, мы с тобой не охуенные друзья, чтобы ты мне скидывал идеи. Это так, мы с ним не охуенные друзья, чтобы я ему скидывал идеи. Но этот человек идет просто в отказ. Вот это, мне кажется, какая-то пидорская позиция. Я даже уверен в том, что он сам верит вот в это все, что он говорит, я уверен, что он даже в это верит. А почему тогда позиция пидорская, если он сам верит в это? Потому что это еще большее пидорство, не в силах быть, признаться самому себе, что ты поступил, типа, хуево, это еще более пидорское. Если ты признаешь себе, что ты поступил хуево, у тебя есть шанс измениться. Если ты не признаешь, что ты поступил хуево и всегда думаешь, что ты охуенно правый, то ты всегда останешься пидором. Хорошо, ситуация случилась, что ты теперь от него хочешь, какие меры ты будешь принять? Я ничего от него не хочу. Я просто хочу на каждом углу кричать, что он ебаный вор. Это все, что я хочу. Мне вообще похуй. А что тебе это даст? Чего? То, что у него очко горит. Видно же, что у него очко горит. Он пишет, типа, на викс-файты меня вызывает. Я без шуток, без иронии хочу разрешить этот момент, потому что мне неприятное обвинение в плагиате или в воровстве. Я никогда этим не занимался. Я хочу вызвать тебя на поединок. На поединок. Вот он сразу пытается... Ну давай тогда, блядь, попиздимся. Что это изменит? Он от этого перестанет быть человеком, который украл мою идею. А почему ты не соглашаешься? Ты боишься? А нахуя мне это надо? Я в принципе не считаю, что физическое насилие что-то изменит. Вот, например, мы попиздимся с Джараховым, я его отпизжу. Или, блядь, может быть, он как мастер йода, там, блядь, владеет кунг-фу, будет там прыгать. Йо-йо-йо. Я не собираюсь поддерживать. Ты же ролик выпустил про самооборону против карликов. Да, но это прикол. Это юмор. Мы покажем вам некоторые приемы, с помощью которых можно легко оборониться от попыток у вас что-либо украсть. Стараемся без паники достать оружие, приставить голове карлика и выстрелить. И выстрелить. Потом два добивающих голову и уходим. Если Джарахов тебя ударит, ты ударишь его в ответ? Я его, блядь, из баллона залил. С пидором мелкого. Ты даже перцовку носишь? Конечно. А нахуя тебе она? Ты же говоришь, что тебя все любят. От таких, как ты, блядь. Он мне заливал там, блядь. Меня очень много людей не любят. Меня уже не раз пиздили, как бы. Кто тебя пиздили? Но это ничего не меняет. А вот та хуйня вот на парковке, правда, когда тебя типа въебали? Да, правда. А мне с очень смешными словами, кстати, въебали. Они кричали за то, что наши дети слушают твою музыку. Начнем с главной новости к этому часу. У популярного рэпера Вячеслава Машнова, более известного как Слава КПСС, избили в Санкт-Петербурге. Со словами, что наконец-то Машнов поплатится за свои слова, напали на него. И ты написал заявление в полицию? Да, написал заявление. Я считаю, что если тебя пиздит, надо писать заявление в полицию. Это вообще очень хуевая позиция, которую транслирует, например, рэпер Оксимирон. Типа, я не пишу заявление, я пишу треки. Поддерживается идея, что мы должны, блядь, жить в ебучем обществе беззакония. Мы живем в правовом обществе. Это помогло тебе? Ты написал заявление? Нет, это мне не помогло. Ну и нахуй ты его написал. Мусорас. А? Нахуя это надо было? А я хуй знаю, но попросили меня написать. Смотри, попросили. Ну потому что вызвали уже сумасшедшую, блядь. А ты на тебя попросил? А? Кто попросил? Ну там был наш товарищ. Какой, полицейский? Который приехал, да. Он сказал, пиши. Да, он сказал, пиши. Заорем с этой хуйни, как ничего не будет. Да мне похуй, но я написал заявление, и что? Смотри, а правда, что тебя Кремль попросил написать Дисна Соболева, и ты написал? Да, конечно. Николай Соболев, ты ебучий пидор. Не лепи отмазы свои обычные. Типа, бля, я не говорил это, бля, я говорил вот это вот. Пошел нахуй. Либо ты выходишь на батл, либо умираешь петухом. Логика антихайпа. А кто? А кто конкретно? Владимир Путин. Владимир Путин. Не, мы в классный трек. Не, серьезно. Владимир Путин. Переписка есть? Нет, конечно, у нас специальный телефон. Отдельно. Да, отдельно. У меня стоит, ну, проводной, естественно, с диском. И вот ты мне по нему набираешь. Светсвязь написана, да? Да. В бункер. Как-то Соболев, говорит, меня подзаебал. Очень плохой блогер. Два миллиона рублей я. Ну, хорошо, какая мотивация была писать на Соболева диск? Просто без денег человек, который говорит, я никакое шоу не делаю, если мне не платят. Нахуя доебался до Соболева, еще потратил на это силы, энергию, творческие какие-то поиски, муки были, блядь, и сделал это. На самом деле, я просто импульсивный человек. Я когда, например, смотрю какой-то контент, меня вот в какой-то момент может начинать что-то очень сильно бесить. Я сидел, смотрел, блядь, выпуски Николая Соболева, и, сука, он противоречит себе, блядь, в каждом втором видео. Он постоянно, типа, как флюгер меняет позиции. И у меня, что-то очко загорелось, и я задисил Николая Соболева, да. Потому что, блядь, ну вот это какая-то форма пост-иронии, когда он, блядь, хуесосит, например, блогеров за то, что тебе, да, продались Кремлю и рекламировали выборы. И в этом же выпуске он рекламирует, типа, путинский форум, типа, бау, типа, какого хуя, что это за пост-ирония такая? Почему тебя разъебали тогда, если ты сделал такую трушную тему? Люди же всегда чувствуют. То есть, если бы ты делал дис с целью его проучить и показать, что, блядь, вот он, лицемер условно, да, двуличная, тебя разъебали из-за этого хуйню, и еще какая-то инфа вышла. Кто меня разъебал? Потому что мой концертный директор, долбоеб. Почему? Объясни. Ему написали, типа, из BBC в телегу, хотя он вообще, типа, не имеет никаких прав, типа, мой концертный директор, он не мой менеджер, вообще, давай какие-либо комментарии по моему поводу. И ему написали, типа, оправдали ли, что слава КПСС работает на Кремль? И он посчитал, что это охуенно смешной, типа, вопрос. И что охуенно смешной позицией будет с его стороны ответить, типа, да, он работает на Кремль. Типа, блядь, какой же он долбоеб, ну это Стас, ты долбоеб, реально. Вот. Это реальная, сейчас вот реальная история. Да, это реальная история, типа. И с этого все раздуло. Да, и с этого раздуло. Если BBC написали, типа, что я работаю на Кремль, потому что Стас написал им, да, это так, типа, что за хуйня, нахуя он это написал, понятия не имею. Просто идиот. Давайте вопрос Славе. Ты не питаешь чувство досады к тому, что, когда ты пошел на СТС, тебя начали гасить, типа, Слава Пидор, Слава Хуесо, Слава Продался. И, как бы, понимаешь, да, это осел в голове. Так я же знаю, что так будет. А ты что думаешь, я такой тупой, что не понимал? Я к другому клоню. Просто я клоню к тому, что ты, когда это начинал делать, и это считалось пиздецом, и отосел в головах, а, типа, сейчас это хорошо, ты не питаешь чувство досад к этому? Типа, я сознательно взял на себя роль уничтожать вот эту бинарную оппозицию продажности-непродажности. Те люди, которые действительно, типа, следили за моим творчеством, не просто вот эти, которые после баттлов с Оксимироном обратили внимание, что я есть, типа, поверили в какую-то хуйню, что я андеграунд-герой, а потом разочаровались из-за того, что я пошел на СТС. Те люди, которые действительно следили, они слушали мои тексты, в которых я говорил, если будет какой-то хайп, я его продам. Продал андеграунд, купил военник, там, и все эту хуйню, типа. Я изначально эту позицию транслировал, поэтому я не наебывал своего слушателя. А на какого рэпера я похож, Слава? На рэпера? На мразиша чем-то похожего. Мразиш? Да, это который там в белом шоколаде. Это не мразь, это болгарский певец. Ты можешь сказать, сколько тебе заплатили за СТС? Да нет, наверное, не буду говорить. Ну, до миллиона? Да нет, больше, конечно, ты что? Было несколько серий, да? 8 серий, по-моему. Ну вот честно, ты же трушный пацан. На квартирку хватило. Ты же говоришь, блядь, вот все как есть. Да. Оно того стоило? Да, конечно. Ты не жалеешь об этом? Нет. Ты купил квартиру после этого? Да. В Питере? Да. Кто поддерживает, можете поаплодировать. Сколько капусты рубишь в месяц? Ну, у меня же, я же не работаю на работе, у меня нет никакого, типа, фиксированного заработка. Иногда нисколько. У тебя же девушка есть, ты что, на нее не тратишь деньги? У нее нет потребностей? А какие потребности у нее нет? У нее тоже как со мной вместе дома сидит. Хуй знает. Хорошо, ответь тогда ты, чего ты хочешь. Че, мы философией вместе занимаемся, рэп вместе пишем, картинки рисуем, лепим, типа, кайфуем. Вам кайф? Конечно, развиваемся вместе. Мы два года почти. И тебе вот ничего не хочется, ты всем довольна? Нам хватает на все. Покупаем веганские вкусняшки, типа, готовим дома, сидим. Че нам еще надо? А сексом вы не занимаете, да? Правильно понял? Сперечисли. Блядь, что, блядь, почему ты такое? Братан, вообще, что у тебя вообще за странные запросы? Мы занимаемся сексом достаточно много. Сколько раз в день? Ну, знаешь, когда как, бывает раз в шесть, бывает парочку. Не было ни одного дня, чтобы мы не занимались сексом. Какие еще тебя вопросы интересуют на этот счет? А почему ты знаешь, что я не понимаю? Вроде как мы любые темы затрагиваем. Да потому что ты сексист ебучий, вот почему. Она не любит. Ты обращаешься ко мне сразу с вопросом, ты как девочка, твои запросы как девочки. Говоришь со мной, говори со мной, при чем тут как девочка? Ты задал мне прямой вопрос, ты считаешь, ты спросил меня. Я прямой вопрос, который задал про деньги. Не обидно ли тебе, что Слава на тебя не тратит много денег? Нет, мне не обидно. Все прекрасно. Что ты завелась? Абсолютно нет. Что завелась-то? Разъебать тебя тоже надо, ты вот девушка, блядь. Хорошо, что ты любишь в Славе? Он умный человек. Он умный человек, он красивый человек. Он авторитет для тебя во всем, чтобы вы не обсуждали? Ну, мы спорим. Почему? Ну, как бы авторитет он для меня, да, но не всегда наши позиции во всем сходятся. А в чем тебя он бесит? Ну, я более активная, наверное, более активный образ жизни веду. Все-таки мне как-то хочется чуть побольше движухи иногда так по жизни. Больше перемещаться в пространстве. Хочешь детей от него? Ну, дяденька, давайте такие вопросы пока оставим. Это, мне кажется, решается так по ходу жизни, не так сразу. Ну, или спонтанно, да. Короче, сомнительно, что любит она тебя. Кто вопрос еще хочет задать? Я думаю, ты смотрел батл Тахи и Гуфа. Ты можешь просто в двух словах описать этот батл? Гуф давал лизануть собаке, вот. Так, мне кажется, можно этот батл описать. Ты смотрел этот батл? Тебе нравится Гуф как рэпер? Где Баста еще был, да? Тебе б Таха нравится? Таха, да. Как рэпер. Да, как человек. А Оби-Ван Кеноби? Бля, Оби-Ван Кеноби нет. Ну, хотя хуй знает. А рэп его нравится? Вот он настолько сказочный долбоеб, что мне в каких-то моментах даже нравится. Типа, вот это пацан, который поверил реально в то, что он ниггер из Комптона, типа, и так и живет, блядь. А вы знаете, он однажды насрал в подъезде у Виктора СД. Когда у него был биф с Виктором СД, он пришел в подъезд к Виктору СД и насрал у него в подъезде. Нахуя? Зачем? Да я и знаю, нахуя он насрал в подъезде Виктора СД. Он серьезно насрал в подъезде у Виктора. Это правда, это true история. Да, это true история. Типа, прикиньте, какой он охуенный долбоеб, типа, я не знаю. Типа, я не знаю, он меня даже, ну... Тебе есть чему поучиться, кстати. Он сначала, типа, вот у меня так вот постоянно, вот у меня даже и с Николаем Соболевым, я сначала на тему какого-нибудь человека, например, бомблю, мне кажется, бля, вот, типа, ебанутый, ну, типа, ублюдок. А потом, типа, я начинаю аж восхищаться долбоебизмом. Вот у меня так с Николаем Соболевым, он сначала у меня хейт вызывал какой-то, сейчас он меня, например, вообще хейта не вызывает. Ты восхищаешься, смотришь все его выпуски, да? Какой жалкий лохопед, как он умудряется, будучи таким жалким лохопедом, иметь такую огромную аудиторию, насколько ему на самом деле трудно, ему же постоянно читает все комментарии, потом реагирует на это, серьезно беспокоится над тем, как его там воспримут, как отреагирует на то, что он что-то скажет, и мне уже по-другому, я начинаю с каким-то сочувствием уже относиться к человеку. Ты еще, понимаешь, понятнее относительно, он себе купил новую БМВ 8, а ты с айфоном 4 все еще хочешь, кто из лохопеда? Не 4, это 5S, ты что-то? Ну 5S, хорошо. Бля, мне нравится айфон 5S просто. Я вот нахуй живу, и меня ничего не беспокоит. А Николай Соборев, он может ездить, блядь, на Ягуаре, может на вертолете ездить, типа, и срать, блядь, деньгами, я не знаю, там, голых девок там выкидывать, блядь, с этого вертолета, потом, блядь, алмазным дил для себя в очко слушать. Это Афоня. Но тем не менее, он сидит, блядь, читает эти комментарии, беспокоится, переживает, я ни за чего не переживаю, мне охуенно. Да, а как можно замерять? Так и кто из нас более жалко? Как можно замерять вообще хайп, блядь, я не знаю, какой он правильно, какой он неправильно, и ты хайпом хуйней занимаешься. Я не утверждаю, что бывает правильный хайп, а бывает неправильный, я такого не говорю. Ты считаешь, что типа он интеллектуально ниже, блядь, тебя? Да, конечно, он отсталый. То есть ты четко, блядь, кайфуешь от того, как живешь, что делаешь, и тебе все устраивает? Наверное, если бы меня все не устраивало, я бы так не жил. Да, меня все устраивает. Дальше куда? Какой-нибудь переродчик нормальный продать, и можно дальше сидеть дома, книжки читать, нихуя не делать. Какие три книги последние ты прочитал? Как же у этого... Стейнбека как... Квартал Тортилья Флэт, вот прочитал последнюю книжку. Сейчас прочитал Ницше как лекарство, Ирвина Ирвана. С кем бы забатлил сейчас еще? С кем бы забатлил? Да. С кем бы забатлил? С дурой, блядь. Почему у вас такие, блядь, у меня... Типа не слышал меня, блядь. С кем бы забатлил? Реально, как будто я в шараге просто. Это жара сидит, блядь. Типа не слышал. У ебаном из шараги. Кого же, блядь, не вспомнить, нахуй с кем? Вот если тебя сейчас... Хорошо, вот смотрите, у вас уже... Я его говорю, блядь. Слышь, не слышь, не общайся. А если он тебя сейчас на батл позовет, забатлишь с ним? Вот прямо сейчас? Нет. Почему? Слышь? Почему мне... Это мне не интересно, типа. Ну, в смысле? Вот у тебя сейчас будет пацан батлить, блядь. Чё ты будешь молчать? Нет, я его забатлил, я его выебу прямо сейчас фристайл. Давай. Готов? Да. Начинай. В душу она, блядь. Опа. Если ты за все шкует, признай. Слава, гнойный, ебаный ты клоун. После моего фристайла увезут нас скорой. Слава, гнойный, король постиронии. Но ты мне напоминаешь Костю из Ворони. Рэп. Я аэрбэк ему делаю. Кстати, хайпа не спасут тебя твои подруги. Ох. 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 Ну чё ты, давай. Ну давай, давай, давай. Давай, давай, заново. Давай, давай, заново. Заново, заново. Да потому что, блядь, он сбивает. Бля, смотри, как у этого рэпера работает. Вот мы фристайли, ты подзбился, я сделал. Ура, типа, и все нормально. Давай, шоцко хуярь, прыгай. Погнали. А такой уверенный был, когда девочку... Да я тебя разъебу, блядь. А чего? Давай, разъеби его, блядь. Давай, блядь. Давай, блядь. Давай, блядь. Давай, блядь. Гнойны, ёбаный ты клоун. После моего фристайла увезут нас в скорость. Слава, гнойны, король постеронии. Но ты мне напоминаешь Костю из Воронины. Кстати, хайпа не спасут тебя твои подруги. Ведь ты слышал обо мне и о моей вертухе. Видишь эту студию? Тут все еще с моей люди. На моей столовой. Слава, выглядит не очень. Может его пожалеем Амиран. Че, блядь? Давай, дадим ему денег. А? Нет, давай не будем этим. В смысле, блядь, веселик. Блядь, я не могу. Он даже с заготовкой не справился. Вот какие у тебя специалисты. Ой, ты, блядь, не выебайся, нахуй. Эй, че, я разъебаю или даду обоставить? А потом я уже сам придумаю. Давай, давай. А как его назовут? Эдвард Билл, а? Я хуел, блядь. Да. Эдвард Билл. Эдвард Билл. Эдвард Билл. Эдвард Билл. Эдвард. Эдвард Билл, ты во флёрше из Киева. Что тебе сказать? Ты во флёрше из Киева. Жалкая во флёрше тут лошила девчонку. Но ты петух, и я насыплю тебя на полпшонку. Ты будешь жрать катехи из моей жопы Ты напоминаешь мне оби-вапки-доби Ведь ты жалкий лох И придешь за мною с гороспитой Но знаешь, что тебе скажу Моя моча набита Для тебя ты жалкий бидор Посмотри-ка на себя Чаи-да, чаи-да Долбоебовы в глаза Смотрят прямо в зал Это просто жалкий петушок Разложу его быстрее, чем джигана рэпер-шоп И ты чё, что мне тут скажешь, но Выглядишь как лох Если честно, то Твой хуй размер с горох Твой мозг размером с горох Петушарок Что тебе сказать, Эдвард Билл Мне тебя жалко Вершуху Соболев смог прокрутить Ты нет Знаешь, что ты сделаешь за тысячу минет Да ты жалкий, жалкий, жалкий пидорат И я побеждаю твой шоколадный глаз Е-е-е-е Эдвард Билл Хорошо Вафлёр же из Гива Какого Гива? Эдвард Билл Вафлёр же из Гива Я вообще не с Украины Я вообще не оттуда Хорошо, давай я Ну хуй с ним Хуй с ним Заново, заново Чёрный негр тебя посвал Дал тебе Еще раз, еще раз Еще раз, еще раз Бля, смотрите, да, вот он был такой, блядь, уверенный шутник А вот пришлось что-то придумать Смотрите, сразу такой робкий мальчик перед нами Блядя, блядь, не сравнивай, поехали Зажался Это не его тема, ну чё Я верю в тебя, брат, ты мужик Давайте поздороваемся со славой Это гном Он любит их и любит их Когда он, блядь, в рандом Ты пойдешь в тапля Ты ходячая подлада Ты бездельник Ты любишь СТС И любишь, сука, телек И если б я был гоблином И я б тебя заседил хуй Но я, блядь, человек, и чеда тебе вебет в кадык И Амиран со мною тут Моя, блядь, аудитория тебя не очень любит, Слава Ведь ты такая сука, что даже со мной не спал Ну да, чедакую Ну да, ебашую вертухи Ну да, я так, блядь Короче, это сложно Нет, сейчас, сейчас, еще раз, еще Все, следую, брат Это очень тяжело Это клан Жарахова Блядь Гуси, просто ебать Вопрос такой А сядьте на него все Внимательно, слушай Смотри Смотри Жар, это для тебя все Если что, ему уже есть 18 Тихо Все ебалики завалили Давай, говори Вопрос, собственно, такой Ты зачем наезжаешь на нашего бро? Джарахова А чем он ваш бро? Вы что? Вы воры? Мы воры, мы карлики Вы карлики, но не воры Я наезжаю на него за то, что он вор Не все карлики воры А ты сказал, что карлики воры Это были твои слова Я вчера буквально ознакомился Ну вообще, грубо говоря Исторически, да, карлики Так как не могли победить в сражении Так Им приходилось воровать А где это, где это, эти факты? Откуда ты это вычитал? Соловьев Соловьев Да И то есть он так сказал То есть карлики воруют Карлики всегда воровали А какая передача? Какая минута серии? Какой сезон? Я про русского историка Соловьева Ага Какая передача? А какая страница? Какая страница? Какая строчка? Какая строчка? Пятая, двенадцатая, сорок пятая Четыреста пятьдесят шестая Восемьдесят девятая Кто-нибудь запишите там Мы потом проверим Да, проверим Пацаны, вот я как считаю Смотрите, по хабаровским понятиям Вот вы карлики Вы должны То есть за беспредел Чтобы вот Потому что он же позорит Весь ваш род Вы за беспредел Должны сами спросить Карлика Джарахова Окей, тогда Вот еще такой вопрос Кем Кто такие карлики? Ну ты Джарахова назвал Карликом Кто такие карлики? Давай, по факту Перезагрузка Ладно, ладно Потянули за слова Ну давай, давай Ты назвал Джарахова карликом Все, мы аплодируем В принципе Готов как бы Ответить здоровьем Пацаны перед вами Просто фишка в том Что Джарахов Не является карликом Вот И Так сказать Ты опускаешь Джарахова До нашего уровня А нас опускаешь До его уровня Согласен, некрасиво Красиво Некрасиво Но ты же признался Что ты неправ сейчас По сути, правильно? Да, конечно Вот перед пацанами Вот реально некрасиво Но я вот Вообще двигаю такую мысль Что если ты неправ Да? Надо признать Не зазорно извиниться Поэтому я вот готов Перед каждым Перед всеми пацанами Встаем в ряд Давайте пацаны Давайте встаем Я готов перед каждым Извиниться Начинай с Вилли Вилли Это пес? Пес А почему? Ну пес-то он не карлик Нормальный пес Ну карликовая порода Извини, дорогой пес Что тебя сюда привели Из-за меня Ну давай Давайте в ряд Ставим слово извиниться Давай извиняйся Перед каждым Сколько нас Давайте, ребята Подходите Я буду извиняться От всей души Потому что я православный человек Извиниться Не за подло Для православного человека Извиняйся Сергей Алмазов Извиняюсь Прости, пожалуйста За то, что я употреблял Слово карлик Это было некрасиво С моей стороны Обидно, что ты нас сравнил С Жараховым Ну это да То, что мы маленькие Красиво И нас мало Это не значит Что нас не существует Все, пацаны Я перед вами не прав Смотрю Смотрю себе Давай перед следующим В ноги Извиняюсь Вилли, дорогой Извини, что сравнил С Жараховым Это не Вилли А, это не Вилли Вилли это собака Олимп Олимп Извиняюсь, что сравнил Тебя с Жараховым Прости, пожалуйста Денчик Извиняюсь, прости, пожалуйста В ноги тебе поклон Что сравнил тебя с Жараховым Ты лучше, чем Жарахов Антоха, извиняюсь, дорогой Друг, что сравнил тебя с Жараховым Ты намного лучше, чем Жарахов Назар, извини, пожалуйста Что сравнил с Жараховым Юрий Юрьевич Извините, пожалуйста Я был неправ Проявил себя с худшей стороны Выглядел отвратительным человеком И за это я Прошу прощения Игорь, извините, пожалуйста Что я допустил себе Такую вольность И сравнил вас С Эльдаром Жараховым С этим мерзким Маленьким хуесосом Простите, пожалуйста Это было неадекватно С моей стороны И я прошу прощения Леха, извини, пожалуйста Я вот Повел себя неадекватно В данной ситуации Допустил себе лишнего Да, позволил И поэтому я прошу прощения Главное Главное осознал Больше никогда Игорь Я что-то погнал бесу Реально в этой ситуации Просто, блядь Набарагозил Как Прошу прощения, Игорь Спасибо, ребят Спасибо большое А хочешь другой бит? Да, давайте, конечно Давайте другой бит Другой бит И сейчас хача будут разъебывать Погнали Какого-то хача будут разъебывать Я болен Амиран Сардаров Кумир всех уебанов Я Хайппис Амиран Сардаров Ты ебаный сексист Я смотрел, как ты Издевался над женщиной За это накажу тебя Сейчас за трещиной Это очень плохо Объективация Амиран Сардаров Плох Тоже мне сенсация Я смотрел, блядь, шоу Хочу невесту И что тебе сказать? Амиран, ты сраный бед Ты не достоин даже моего очка Что тебе сказать? Амиран, ты курочка Ква-ква-ква Ква-ква-ква-ква Это все твои слова Знаний нет Но пустая голова На плечах Ты зачах Мой фристайл Летит крепко Я тянул Твое шоу Словно это репка Говорю конкретно Вы видите меня В свете сапфитов Выхожу легко На любую рэп-битву Я ревкую на ходу В новом году Я буду ебатьбу Буду ебатьбу Что-то скажут мне Эти ребята Но не качаются Я знаю, чья вам нравится Хочевская задница Да, вы будете ее лизать с удовольствием Его котихи для вас, блять, продовольствие Ее, я просто охуенен Все мои слова, как Владимир Ильич Ленин Истину транслирую для стада уебанов Я Егор Летов Значит все идет по плану Да, все идет по плану Я поднял себе лавешку Пельмешки без спешки Куплю, закину ешку Гостевую или что-то может быть Я сбился, но даже в этом океане Буду плыть, моя прыть круче Любого мудака, рэперка Что не умеет фристалить Ни хрена вы посмотрели Только сейчас, как Эдвард бил Оказалось всего лишь Заносчивый дебил Скромный мальчик говорит Мне это очень сложно, но для меня Ты просто сраный сабожник без сапог Ведь ты не смог сделать шоу в шоумен У тебя во рту мой член шоумен У тебя во рту мой член шоумен Как тебе такое шоу? Нихуя себе! А включите заново! Я придумал! Ну разъебал! Разъебал! Разъебал, дай мне и попробуй Включите этот тренд Ну ты сейчас будешь опять жалко выглядеть Не позорься Если не пойдет, все нахуй не вставляю Прибежал он к нам и сел И тут теперь я и это слава Где тот слава, который забатил лысого удава Если б мне сказали, что тот слава Будет самым славом Это слава Нет, это, блядь, просто унитаз упало Да, я не силен в арт-музыке Ты это знаешь, парень Если б мы сейчас вышли с тобой на улицу Ты был бы в... Бля, не могу Честно, я в ахуе От этого выпуска, да? Я тебя не слышал, не слушал Ну буду слушать теперь Я просто ахуел Вот как так можно стелить? Ты начитанный или все-таки это талант? Ну естественно, нужно читать книги для того, чтобы в каких-то вещах смыслить Для того, чтобы развивать свои способности к мышлению Я не понимаю совсем в чем вопрос Вопрос в том, он хочет спросить, можно ли этому научиться? Естественно, всему можно научиться Да не, ну не пизди, блядь Ничто не дается просто от того, что ты родился, блядь И сразу ты охуенный можешь во всем разбираться Нет, ты читаешь, какие-то вещи разбираешься в каких-то сложных вещах Не мешай, блядь Разъебу славу я Какую ты книгу можешь посоветовать молодежи? Нет, просто книгу, которая реально тебе понравилась Ты можешь посоветовать ее современной молодежи Современной молодежи я посоветую книгу от такого молодого писателя поеду меня в Платон в диалоги. Убил пацана. Все? Так просто? Я думал, будет сложнее. Можешь сказать напоследок что-то еще? Джарахов, ты сраный вор. Тебе пора уже немножечко подумать головой и признаться хотя бы себе в том, что ты украл у меня идею и извиниться передо мной по-человечески, потому что я относился к тебе по-человечески, ты поступил не по-человечески. А обращение мое в том, чтобы не решайте свои вопросы, проблемки с помощью физического насилия. Все можно решить с диалогом. Эй, тихай. Шоу без названия. Рауф и Фаек. Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, наша речь не о любви. И отпустил ты, пожалуйста, живи. Просто убегай И не вспоминай Просто убегай И не вспоминай Каждый раз я вспоминаю детство Помню наше место По шестнадцать устали целоваться Ты взяла мою футболку Под ним нету толку Это я дурак, ошибался Зачем я так влюблялся Помню наше место По шестнадцать устали целоваться Ты взяла мою футболку В этом нету толку Это я дурак, ошибался Зачем я так влюблялся Ооо, валай лей ización Не валай лей 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 Просто убегай И не вспоминай Просто убегай И не вспоминай Каждый раз я вспоминаю детство Помню наше место Мы по 16 устали целоваться Ты взяла мою футболку В этом нету толку Это я дурак, ошибался Зачем я так люблялся Детство, помню наше место Мы по 16 устали целоваться Ты взяла мою футболку В этом нету толку Это я дурак, ошибался Зачем я так влюблялся Зачем я так влюблялся